Приезжая в Таллин на пароме или круизном лайнере, гости нашего города сразу попадают в центр столицы. Здесь уже давно нет нагромождения из различных складов и подсобных помещений, но вопрос единого городского пространства остается открытым. Рядом с Адмиралтейским мостом открыта выставка, знакомящая с детальной планировкой и зданиями, которые могут быть построены в этой зоне в самом ближайшем будущем. Цель развития зоны Старого порта – сделать привлекательной ныне пустующую территорию рядом со Старым городом, которая некогда была закрытой территорией порта. Здесь должны сочетаться функции порта и общественного пространства. Порт важен не только для местных жителей. Мы имеем дело с самыми крупными туристическими воротами до того, как пришел COVID-19. 10 миллионов туристов в год попадали в Эстонию именно через наш порт. Но наша цель, чтобы это место было максимально привлекательным для горожан. Поэтому мы и готовы сделать инвестиции, которые будут ощутимы в течение ближайших 50 лет. Их главная цель – открыть море таллинцам и туристам. Эскизное решение детальной планировки северной части Старого порта предполагает, что эта зона будет активно использоваться. Там будут расположены здания различного назначения, в том числе музеи, художественные галереи и концертные залы. Эскизное решение детальной планировки пассажирского терминала А и круизного терминала предполагает строительство комплекса зданий А-терминала, площади перед ним и нового причала для круизных судов. Также планируется строительство променада, который соединит Рейдите с променадом на крыше круизного терминала и северо-западным молом. А у Адмиралтейского бассейна может появиться яхтенный порт и городская площадь Старого порта, которые будут окружать яхт-клуб и коммерческие здания. В терминале Д и прилегающей зоне предполагается построить жилые и коммерческие здания вдоль пешеходного променада, проходящего через порт, а также построить здания основной школы на участке по адресу Рейдите 12. Таллинский порт – значимая часть центра города, и она должна быть его гармоничным продолжением. Море должно быть легкодоступно, в чем заинтересован порт, город и таллинцы. Поэтому мы выставили на суд общественности разные варианты планировки этого района, чтобы как можно быстрее перейти на следующий этап. Выразить свое мнение относительно предполагаемой детальной планировки можно до 12 января. Плакаты с эскизами можно осмотреть у Адмиралтийского бассейна или изучить документацию по будням в районной управе Кесклина, а также в инфозале Таллинской горы Правы или в интернет-регистре планировок Таллина. Похоже, никто не хочет затягивать с этим вопросом, ведь уже на 31 января будущего года запланировано общественное обсуждение, на котором будут представлены результаты экспозиции этих предложений. Илья Бань, Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok